Можете забрать себе весь мир, но оставьте мне Италию. Сегодня отправимся в путешествие по этой невероятной стране. Но наше путешествие будет необычным, так как смотреть мы будем места, о которых простые туристы не знают ни слова. Если вы будете в Риме, на холме Авентино находится необычная замочная скважина, посмотрев через которую, можно увидеть три разных государства. Ватикан, Мальтийский орден и непосредственно Италию. Несмотря на то, что они знают далеко не все туристы, очередь желающих понаблюдать за тремя государствами есть всегда. Однако она небольшая и проходит быстро. В свое время в этих краях успели пожить разные династии. Но крепость, которую мы можем наблюдать сегодня на холме, дело рук кардинала Джованни Батиста Рецонико, который в 1765 году соорудил площадь в стиле рококо, украшенную гербами и трофеями. Отсюда же можно наблюдать розарии, а пройдя чуть дальше, посетить апельсиновый сад. Он же парк Савелла, который воспроизвела семья Савелли в период между 1285 и 1287 годами. Тот сад, который мы видим сегодня, был построен уже в 1932 году архитектором Рафаэле де Вико. Рядом со входом посетители встречают фонтаны с двух частей, ванны и мраморной маски. Название сада родилось вполне логичным путем, ведь здесь цветут апельсиновые деревья. Но начало положено было в 1250-х годах, когда первое апельсиновое дерево было посажено доминиканским монахом, который привез семена из Испании. Если вы устали от бесконечно исторического Рима, посетите Рим сказочный. Квартал Капеде. Квартал был сооружен в 20 веке архитектором Джина Капеде и представляет собой район из 18 небольших вилл и 27 жилых зданий. Местные сооружения украшены мифологическими мотивами Древней Греции, Древнеримскими Триумфальными Арками, а также вкраплением небольших башен Средневековья. В центре площади располагается фонтан лягушек в стиле Необарокко. Есть в районе и комплекс из трех зданий, который называется Виллини де Лефате, что можно перевести как «домик фей». Каждое из зданий комплекса выполнено в своем стиле и отличается знаковыми символами разных городов – Рима, Флоренции и Венеции. Например, фасад дома с одной стороны выполнен в стиле флорентийского домика времен Петрарки и Данты. Даже надпись на нем гласит «Фиоренцо Белла – прекрасная Флоренция». Если же вы оказались в Милане и утверждаете, что здесь нечего смотреть, кроме дому и замка Сфорцеско, вы не видели Милан. Почти на каждом углу есть свои фишки, но и о них нужно знать, поскольку они могут быть спрятаны. Италия – страна, богатая на замке. И Милан – не исключение. По адресу Виаля Берингарио 8 находится замок Потси. Но интересен он не сам по себе, а потому, что перед ним находится другой замок из 45 игральных карт гигантских размеров. Конструкция напоминает времена детства, когда мы пытались строить башни из карт. Есть в Милане и места, напоминающие другие страны. Например, так называемая Касса 770, то есть Дом 770, который, однако, находится на улице Карло Пуэрио. И номер дома имеет 35. Представляет он собой сооружение в стиле домиков в Нидерландах. Название Дом 770 здание получило из-за того, что оно является одной из репродукций Дома 770 в Бруклине. Такие копии есть не только в Италии, но и, по крайней мере, в 12 других странах. Италию любят за особые узкие атмосферные улочки. При всем том, что Милан отличается от типичных итальянских городов, чисто итальянские улочки есть и здесь. Инстаграмеры, записывайте. Виа Баньера – самая узкая улочка в Милане. Еще одно место, подходящее для фотосессий. По словам местных, так называемый сад культур. На улице Эмилио Маразини. Здесь вы найдете двор, в котором стены зданий украшены творениями современного художника из Турино. Франческо Камило Джорджино. Или просто Мило. Таков его псевдоним. Едем в Флоренцию. Кафе в нетипичных для туристов районах могут быть не только дешевле, но и более уютными. Ле Мурате. Литературное кафе во Флоренции. Несмотря на то, что находится оно на месте бывшей тюрьмы, атмосфера здесь более чем дружелюбная. Здесь, в отреставрированном помещении, пока гости наслаждаются местными блюдами и напитками, проходят художественные и культурные мероприятия. Дебаты, выставки, чтения и вечера живой музыки. Еще одно значимое место во Флоренции, где многие уже наверняка бывали, но не знали, что это оно. Коридор, некогда тайно расстилавшийся более чем на километр. И позволявший правителям передвигаться по городу, не выходя при этом из дворцов. С учетом тогдашних размеров Флоренции, пересечь можно было достаточно большую территорию. Коридор называется Вазари и представляет собой крытую галерею, соединяющую Палаццо Веккио и Палаццо Пити. Одни из самых известных достопримечательностей города. Едем дальше. Болония. Прогуливаясь по крыльцу Палаццо из Алании, держите голову выше, а точнее задерите ее. Под потолком в углу вам может посчастливиться обнаружить три стрелы, что считается предвестником большой удачи для тех, кто их всех нашел. История их появления несколько забавная. Некогда один мужчина обвинил свою жену в неверности и нанял троих лучников, чтобы те с ней расправились. В момент, когда они должны были стрелять, женщина внезапно сбросила свои одежды, оставшись стоять в чем матери дела. Лучники были настолько шокированы, что промазали. Да так, что теперь эти три стрелы стали местной достопримечательностью. А в момент прогулки по улице Пьело можно на мгновение оказаться в Венеции. Не каждый замечает это маленькое окошко в стене, которое выходит на канал, поэтому смотреть нужно внимательнее. А если вы пойдете от площади Маджоре прямо к арке в центре Палаццо Дель Падеста, то сможете пообщаться со своими напарниками по путешествию с помощью телефона без проводов. Вам нужно встать в одном углу арки, а вашему напарнику в противоположном углу по диагонали. Если вы шепнете что-то в стену, то ваш товарищ услышит это послание, несмотря на суету и шум в центре города. Легенда гласит, что ранее здесь таким образом прокаженные исповедовались без прямого контакта со священником, что помогало избежать заражения. В коронавирусные времена походу снова может быть актуально. Венеция. Книжный магазин Libraria Alta Agua. Книжный на поднимающейся в воде. Ломает все стереотипы о том, каким должен быть букинистический магазин. Здесь множество книг уложены в стопки на полу, создавая тем самым местный колорит. А так как вода в самом деле периодически поднимается, затавливая первый этаж, то владелец магазина, Фридсо Луиджи, придумал интересное решение для сохранения книг. Он поместил их в старые ванны, тазы и даже гондолы. Книжный не единственное необычное место в городе. Сами местные называют один из домов Венеции странным. Он находится в зоне Сестера Ди Костелло и стоит в окружении воды с трех сторон и с трех каналов. Рио Санте-Марина, Рио Ди Сан-Джованни и Рио Тетте. Найлучший вид на дом открывается с вершины моста Конзофельди, остров Бурана в 7 километрах от Венеции. Место, которое выбивается своим колоритом. Здесь расположены маленькие разноцветные домики, издалека похожие на игрушечные. Привлекает оно внимание не только своим внешним видом, но и буранелли, местным знаменитым печеньем. С итальянского названия можно дословно перевести как Бурановский, то есть из бурану. Касательно красочности домиков есть разные версии. Покрашены они были женами рыбаков целью помочь своим мужьям увидеть свой дом издалека и не заблудиться. Вторая версия отличается только тем, что это делали жены не рыбаков, а любители винишка. Пока вы будете гулять по ярким улочкам, вы наверняка обратите внимание на большое количество сувениров, в числе которых кружевные полотна, скатерти и салфетки. Согласно легенде, первое кружево было привезено сюда рыбаком, который встретил в море прекрасную русалку. Он не польстился на завлекающее пение и остался верен своей возлюбленной. За это девушка преподнесла подарок для его невесты – фату из кружева. Сейчас на островке есть возможность посетить музей венецианского кружева. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить ему лайк, это помогает в развитии нашему каналу. И конечно, пишите в комментариях, какие еще необычные места вы знаете.